Друзья, всем привет! Я Виктория и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет такая тема, я её сначала назвала «6 стадий психологического роста», а потом подумала, что это будет про какое-то развитие человека, про стадии, про кризисы, про годы. В общем, нет. Это выявленный мной на протяжении моего пути как человека, который пришёл в психологию через тренинги, потом у меня была личная психотерапия, и теперь у меня иногда бывают тренинги, иногда я хожу к психологу. Но когда ты начинаешь погружаться туда, ты проходишь. Я проходила несколько стадий, и я заметила, что многие люди их проходят. И у меня есть здесь компьютер, я их записала, я сама придумала, сама записала, и я думаю, что я не обязана их учить. Так что я буду подглядывать. Первая стадия — это когда ты что-то узнаёшь о психологии. Приходишь на какой-то тренинг, прочитал какую-то книгу, что-то услышал. И обычно это какая-то одна теория, и чаще всего это бывает когнитивно-поведенческая терапия, точнее, что-то из неё. И надо отдать ей должное, потому что она очень понятная, очень чёткая. И частенько, когда начинаешь там как-то делать себя или вести, то очень быстро получаешь результаты. И для понимания она тоже намного легче, потому что она основывается на поведении человека, которое можно логически как-то объяснить, как-то скорректировать. Поэтому чаще всего люди приходят именно через вот это и всякие вот эти, знаете, типа «6 шагов к успеху» — это всё из КПТ. И так как ты что-то узнаёшь, тебе кажется в этот момент, что ты прям вообще всё понял, ты прям узнал всё. И в этот момент тебе кажется, что ты всё узнал про себя, а ещё больше, почему-то тебе кажется, что ты всё понял про других. Вот про других ты просто можешь им рассказывать до бесконечности, ставить им диагнозы, каким-то психотипом их определять и давать им советы, которые они почему-то, почему-то не хотят слушать. И тут наступает такая эйфория, и я это называю всемогущий контроль. Это совершенно такая детская, всемогущий контроль — это детская психологическая защита. И вот это вот чувство, вот это такое детское какое-то восторженность. Я всё знаю, теперь я всё понял, теперь я знаю, как надо жить. Впереди меня ждёт только всё понятно и чётко, и я знаю как. И, как я сказала, человек уже становится сам себе психологом, и уже он становится психологом всем вокруг, и часто на этой стадии, как и я тоже, я на этой стадии тоже, на вторую уже мы перешли, на вторую, на этой стадии люди решают частенько стать психологами. И вот здесь, друзья мои, вот это вот та самая плодородная почва на этой стадии возникает, откуда произрастают все вот эти вот новоявленные гуру, какие-то новоявленные вот эти вот ведущие марафонов желаний, какие-то у нас появляются вот блогеры-психологи. Да, я ещё раз говорю, я не психолог, я с вами делюсь своим опытом и своими наблюдениями. Я никому не говорю, как надо и что надо делать, ни в коем случае я понятия не имею. Я только делюсь опытом, и мы можем с вами это обсудить. Я могу вам рассказать то, как я это вижу. Так вот, и тут появляются вот эти вот всякие блогеры, они вам пересказывают книги, и они точно, они твёрдо уверены в том, что вот это именно так и работает. И они не сомневаются. И я тоже была вот на вот этой второй стадии, ты не сомневаешься, и ты уверен, что психология нужна вот всем и каждому. И именно вот это вот то, что вот я знаю, вот если бы они знали, вот прям всё бы у них перевернулось. И потом начинается третья стадия, это когда вся жизнь, она превращается как будто в сеанс психотерапии. Ты во всём видишь какие-то вот эти вот психологические защиты у себя, у других людей, ты видишь вот эти вот их травмы у себя, у других людей, и ты всё объясняешь вот этими психологическими терминами и понятиями. И начинаешь просто свято верить, это какое-то святилище для тебя, это психология. И ты веришь, что вот она всех спасёт, тебя спасёт, она всем поможет, она обязательно. И те, кто не понимают, ты просто думаешь, ну как ты вот мне не видишь счастья, которое я тебе принесла, бери, давай. Вот сейчас мы тебе травмы-то вылечим все. Сейчас мы тебе, что там ещё, травмы вылечим, поведение скорректируем. Мы тебя от самого-то себя сейчас спасём, от самой себя, неважно, неважно, какого ты пола, возраста, вероисповедания, мы тебя заберём, и мы с психологией тебя спасём. Потому что психология — это всё. Это всё, это везде и всегда. И вот прям очень свято веришь. Эта стадия длится очень долго, может длиться прям очень долго. И чем дольше она длится, тем жёстче будет четвёртая стадия разочарования. Она обязательно должна наступить. Ты вдруг понимаешь, что ты так в эту психологию верил. Ты, значит, на неё работал, ты, значит, по людям ходил, предлагал. Ты, значит, сам всё сделал, да, вот всё там, всё прям, весь вот извернулся, вот прям, как тебе кажется, всё там трансформировался, всё, что называется, в психологии. И ты уже давно, кстати, даже люди потом от КПТ, те, которые долго находятся, от когнитивно-поведенческой терапии, они всё-таки отходят, потому что там у КПТ предел ограничений и разочарования наступает намного раньше. Потому что человек вот всё делает, как-то корректирует своё поведение, там пишет какие-то вот эти вот письма благодарности, какие-то цели, ставит планы. И в какой-то момент долбанёт его бессознательное. Оно обязательно чем-то неожиданным, какой-нибудь болезнью, какой-нибудь вот, это кажется, обстоятельство, да, когда что-то внезапно сломалось, произошла авария, сломалась нога. Это что-то вот бессознательное, оно, знаете, не церемонится с людьми, оно вот прям ставит на место, типа, не всё ты знаешь, дорогая моя, не всё ты можешь контролировать, и не всего можно достичь, просто изменив своё поведение. Потому что, знаешь, не ты своим поведением управляешь, а есть ещё глыба бессознательного, там, то, что называется душой, она рано или поздно тебя всё равно настигнет, даже через болезни и через, казалось бы, обстоятельства. Такие бессознательные выборы она будет совершать, пока вы там не видите, и вы потом в один день окажетесь там, где не ожидали оказаться. Так вот, и наступает, значит, у нас разочарование. И это очень тяжёлая стадия. Ну, это как, правда, человек как будто лишился того, во что он верил. Это ощущение, что тебя родители бросили на вокзале, потому что для тебя психология была родителем хорошим, таким, которому ты верил. И вот тебя оставили, значит, и оказалось, что родители, это не твои вообще родители, это были, оказывается, цыгане, которые тебя когда-то похитили, и вот они тебя бросили. И ты, значит, один обманутый, брошенный, и не знаешь, куда тебе идти. Вот такая вот эта стадия. И начинаешь думать, да, и сам я виноват, и всё со мной не так. И, в общем, ну, фрустрация. Фрустрация и такая потерянность. Вот на этой стадии, конечно, люди говорят, что когда ты уже обнаружил, что тебя бросили, наступает пятая стадия. Это вот когда ты говоришь, что до психологии это вообще ересь, это вообще не работает, и никогда не работало, и ни у кого не будет работать. Психолог твой-то точно шарлатан, и вообще все они шарлатаны. От одного только вот этого упоминания какого-нибудь начинает трясти об этой психологии. Я знаю людей, которые сжигали книги по психологии, когда вот это с ними наступало. Частенько это совпадает с личным каким-то кризисом возрастным, потому что, ну, в этот момент возрастной кризис тебе и нужна, вот эта вот всемогущая психология, которая за три дня тебя вытащит оттуда. Она тебя не вытаскивает, ни за три дня, ни за год она может не вытащить. И тут ты понимаешь, что все, надо сжечь, надо сжечь все книги, хотя бы, чтобы как-то полегчало. Ну, просто я знаю конкретно такой случай. Девушка пошла, сожгла все книги, все по психологии. Но вот здесь вот либо человек все уходит, он начинает искать что-то другое, все равно человеку что-то надо. Религию, какую-то собственную концепцию, в которую он будет верить. Ну, что-то человек ищет. Ну, наверное, я уверена, что человек что-то рано или поздно все равно находит. Он не может в таком состоянии там так и остаться. Но есть еще и вариант, да, вот эта шестая стадия, когда либо человек нашел новую какую-то веру там, какую-то концепцию, по которой он теперь будет жить, либо человек просто-напросто возвращается к психологии, но возвращается уже не тем, да, маленьким и восторженным ребенком, которому казалось, что он нашел храм, где ему помогут дом, семью родителей, вот в виде психологии заботливых, таких хороших. Он возвращается взрослым человеком, и он воспринимает психологию просто как один из инструментов в жизни, который может ему помочь, а может и не помочь. И это для него не трагедия, это не разваливает весь его мир, потому что на стадии разочарования любому человеку придется все равно искать что-то свое, да, какую-то свою веру. И вот есть те, кто находит и больше не возвращается в психологию, а есть те, допустим, я. Я нашла то, во что я верю, да, глобальней, больше. Но психология для меня осталась теперь одним из инструментов. То есть вот если сравнить прям реально с инструментами, да, есть, например, молоток. И вот я знаю, что есть молоток, и я могу забить им гвоздь, да, но я молотком не могу закрутить шуруп. И я как бы не расстраиваюсь по этому поводу больше. Я не считаю, что молоток, полная фигня, он не работает. Я понимаю, что он работает, но для определенной цели. И психология, вот она тоже на самом деле работает для определенной цели и для определенных обстоятельств, для определенных людей. Нельзя от неё требовать и ждать, что это будет вот тем, что тебя всегда везде спасёт. и на все вопросы даст ответы и всегда и сразу же поможет. Нет, я теперь отношусь к этому как к одному из инструментов, с помощью которых я могу решать какие-то внутренние вопросы, какие-то конфликты, приобретать какие-то навыки внутренние или социальные. И на этой последней стадии, может, их ещё будет, но вот пока я дожила только до шестой по моему, по моим, господи, по моей типологии, в общем, или чего там, ранжированию, я пока дожила только до шестой, когда я, у меня такие партнёрские отношения с психологией, как и с моим психологом. Она мне больше не хорошая мама, которая обо мне должна заботиться и заботиться. Она теперь для меня мой партнёр. Мы с ней сотрудничаем, и она может мне где-то помочь. Где-то я вижу, что она мне помочь не может, но я не считаю, что вот этого она плохой психолог. Я считаю, что значит, тут надо что-то другое, и я могу это найти или пойти искать, какое-то решение своей проблемы. Вот, друзья, вот такие вот стадии. Я не знаю, это можно сказать познание психологии. Это может человек проходить как клиент, когда он приходит к психологу. Или если он вообще не ходит к психологу, а ходит на тренинги, он может там переживать вот эти все стадии. Вот такая вот история. Друзья, напишите обязательно в комментариях, какие у вас отношения с психологией, на какой вы сейчас находитесь ступени. Интересно вам вообще вот так вот разделять или у вас нет такого разделения. В общем, друзья, спасибо, что были со мной, что досмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok